Привет-привет! Я наконец-то вернулась из путешествия. Получила очень много новых впечатлений и хочу поделиться ими с вами. Кстати, поскольку я вернулась, скоро будет новая оригинальная музыка. Наконец-то! И, естественно, новые видео. Многие из вас спросили видео про мой старый дневник. Не волнуйтесь, он лежит прямо вон там и видео про него скоро будет. Я первый раз в жизни одна полетела на самолете. Я думала, я опоздаю, я думала, я никуда не улечу. Я бегала по аэропорту, как сумасшедший ниндзя. Но все-таки я оказалась на самолете, и когда он уже взлетел, до меня дошло, что я боюсь летать одна. Не самое приятное ощущение, когда ты висишь в воздухе на высоте нескольких километров. Помимо нескольких важных встреч, я еще и успела провести время с одной моей очень хорошей подругой Ариной. Благодаря ей я первый раз в жизни прыгнула в бассейн с батута. Нет! Идет запись, не понял. Нет! Ты же, Саша, спилберг, давай прыгай. Закрой глаза и прыгни, давай! Нет, ну если честно, я слегка преувеличила. Я прыгнула с бортика, потому что я боялась. Еще я научилась кататься на гидроцикле. Это было так классно, что я не связала с него целый день. Правда, я решила, что я смелая и поперлась на высокую волну. Ну вот я еду, еду, такая крутая на высокой скорости, и вдруг... Кстати, я снимала это видео на айфон в подводном чехле. Многие из вас спрашивали про него. Вот он, очень удобная штука. Если вы хотите такой же, он от фирмы Настех. Я как в коробке. Да, и кстати, чувак в магазине, который продавал мне этот чехол, подарил мне стринги для айфона. Вот с этим чехлом мы с Ариной устроили маленький подводный фотосет. И честно скажу, подводная съемка смотрится настолько круче в черно-белом. Еще я купила себе очки с отражающими линзами. Я очень давно такие хотела. Потом в один из дней каникул для меня было приятным сюрпризом. Открываю инста, а там только, опа, Саша Спилберг в популярных. Да, это, наверное, мелочь, но мне было так приятно. Еще мне посчастливилось побывать в прекрасном швейцарском городке Зермате. Я знаю, что русские называют его Зермат через С, но по-английски он называется Зермат, поэтому я буду говорить через З. Куда можно добраться только на специальном поезде. И в Зермате потрясающая экология, потому что там вообще нет машин. Там ездят либо на лошадях, либо на маленьких электромобильчиках. Я была в Зермате всего два дня, и в первый день я пошла гулять. Я люблю овец, просто обожаю овец. У меня даже есть мини-коллекция плюшевых овечек. Представьте мое счастье, когда я, гуляя в Зермате, наткнулась на стадо овечек. Такие няшные. Я вот только ради них спустилась. Они были такие няшные, такие пушистые. Я с ними даже споткалась и погладила их. Я прошла 14 километров пешком с горы. Я думала, я сдохну. Но это не помешало мне на следующий день снова потащиться на гору. Только теперь уже в лыжном оборудовании. Я каталась на леднике высотой 4000 метров над уровнем моря. Чуть не сказала небо. То есть каталась на лыжах летом. Так прикольно, что ты на горе, в снегу, в лыжном оборудовании, в маске, в шлеме. Такой катаешься, катаешься. А там внизу ходят люди в шортах, в солнечных очках и пялится на тебя. Также внутри ледника, на котором я каталась, находился Glacier Palace. Я снимаю влог из глубины самого большого ледника в Европе. Правда, я ходила там в скользких лыжных ботинках и падала каждые 5 метров. Надо мной все ржали. О, еще я нашла Ди Каприо в Зермате. Я иду, иду, иду на подъемник, вдруг вижу его. Мама, фоткай. Ну и под конец, чтобы не было так грустно возвращаться домой, мы с мамой решили немножко подурачиться. Алини не видно. Фоткай, мой бланью! Ээээ, я уже грустно плетусь в самолет. Думаю, в Москву. Почти в слезах сажусь на кресло. И тут я вижу... Ди Каприо. И все снова хорошо. Я очень сильно по вам скучала. К сожалению, скоро 1 сентября. Что же, желаю всем удачного первого дня школы и выжить до зимних каникул. Держитесь, Спилберги! Вместе мы это сделаем. Пока! Если тебе понравилось это видео, ты можешь кликнуть прямо вот сюда, чтобы подписаться на новые. Правда, если ты не на телефоне. И вот ссылки на социальные сети, где ты можешь меня найти. Пока!